14 апреля в Казанском федеральном университете прошел круглый стол по вопросам взаимодействия с образовательной теч-платформой Skillbox. Сооснователи и директор по развитию бизнеса данного ресурса Сергей Попков и руководитель направления высшее образование Надежда Галкина рассказали о работе сервиса, количестве предлагаемых курсов, зарегистрированных активных пользователей и дальнейшей перспективе развития в условиях цифровизации общества. По словам Сергея Попкова, на сегодняшний день неожиданно большому количеству людей удобнее получить информацию в формате онлайн, то есть когда удобно. Люди начинают понимать, что онлайн это удобно, что онлайн это гибкий формат и в образовании это набирает популярность, но это конечно стало очень массовым и популярным после пандемии в 2020 году. Сейчас мы просто уже констатируем некоторую нормализацию спроса на онлайн образование и как следствие постоянный небольшой прирост, плюс какие-то новые технологии, новшества, которые позволяют этот формат сделать наиболее интересным, интерактивным. Помимо большого количества курсов от профессионалов той или иной области, Скиллбокс сотрудничает с высшими учебными заведениями и даже дает возможность получить образование государственного образца, онлайн-бакалавриат и онлайн-магистратура. В рамках круглого стола представители Казанского федерального университета и руководство платформы определили векторы для будущего двустороннего развития. Сейчас мы наметили первый вектор сотрудничества, это размещение курсов Казанского федерального университета на нашей образовательной платформе для коротких курсов университетов и это будет первый быстрый шаг и наметили планы по сотрудничеству в рамках совместных программ, либо магистратур, либо ДПО, здесь нам нужно немножко поразрабатывать, но мы движемся в это направление. Далее в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошла лекция от представителей руководства «Скиллбокс». Тема «Почему растет спрос на образовательные онлайн-продукты сегодня актуальна как никогда? Ведь за последние несколько лет люди все активнее выходят из законсервированного состояния и переходят в новую технологичную реальность. Эд ТЭЧ создает продукты на стыке образования и технологий, развивает смешанный формат обучения, а также позволяет получать навыки людям с ограниченными возможностями, проживающих в отдаленных регионах». «Онлайн позволяет гораздо быстрее обновлять контент, делать более точные подходы к скиллсету работодателя и следить за тем, что нужен рынок труда. Когда мы говорим о гибридном образовании между университетом и скиллбокс, мы избегаем ситуации, что надо прогуливать пары, чтобы получить рабочий опыт. И мы избегаем ситуации, когда ты заканчиваешь университет, приходишь на работу, а тебе говорят «забудь все, чем у тебя учили в универе». «Как бы попсово это ни звучало, это до сих пор иногда так происходит, а мы берем все, что мы даем на своих основных курсах и привносим это в основную образовательную программу. Фундамент от университета, практика от нас, идеальная коллаба». Отметим, что образовательные онлайн-платформы с каждым годом только набирают обороты. По словам экспертов, с ростом технологий обучение в сети обеспечивает качественное и полноценное образование и обладает рядом вне конкурентных преимуществ. Онлайн или офлайн – вопрос, на который нельзя дать односложного ответа. Однако всегда можно выбрать золотую середину. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универниус.